Очень нелипо смотрится и выглядит Гордон, когда он перекладывает свое вожделение, восхождение, маниакальное движение, мотивированное славой и гордыней, естественно, с этой славой сопряженной. Потому что нужно что-то сделать, чтобы ты был во славе не для биомассы, а для порядочных патриотов в Украину и честных людей. А не просто для биомассы, которая любит просто шоу. То есть он перекладывает это все, вот эти свои восхождения к славе, на СБУ, на кого угодно, на флешки, которые пойдут в ГАГу и с этими флешками будет пойман типа Путин и тому подобное. То есть обесрався, а перекладая все на СБУ и на ГАГу. Ну и в чем же он обесрався? В том, что просто он гуманизировал, он очеловечил предателей и врагов, не только украинского, проукраинского народа, а и человечества. Потому что Путин через Поклонских, через Гирькиных, это угрожа человечеству. И странам Прибалтики, и той же Польши, всем он угрожает. Травит новичками и тому подобное. А Гардон очеловечивает, гуманизирует этих сдегуманизированных по своей истоте природе, по своим поступкам. Они сами себя сдегуманизировали, эти личности. А Гардон их гуманизирует. Для чего? Для своих эфиров, для своих славы. Для своей славы, для интервью, которые будут смотреть и смотреть миллионы. Чем он вставит, как бы, палку в колеса, тягный боку, отомстит украинским националистам? Что он постоянно и в своих интервью напоминает, что вот смотри, смотри, скажи, скажи правду, якобы, Лукаш, ты ж классная, сука. Или Портнов, или Гирькин, или Поклонская, скажи что-то на украинских националистов. Скажи, убеди вот эту вату, убеди. И они меня будут смотреть. Вата будет смотреть миллионами. Это ж не мудрено, что их миллионы в Украине еще. То есть на той фоне биомассы, которая его не только слушает, а и воспринимает это все за чистую монету. Так как люди воспринимают слушающие и воспринимающие за чистую монету Савика Шустера. Раньше это была какая-то свобода, но сейчас это чистый пиар олигархов, воров. То есть Гордон не может взять сам у себя интервью и сказать честно, положа руку на сердце. Потому что это будет разговор сам с собой, а не с аудиторией, от которой ему нужно, от лохов, естественно. Чем больше они лохи будут, тем лучше для его просморов, славы, аудитории. Все, что греховности касается. То есть он не докапывается до правды, он докапывается до постоянного раскручивания славы, глори, глорификации. То есть он готов глорификовать свою гордыню и глорификовать, гуманизировать преступников. Того же Путина, того же Порошенко, того же, блин, Гиркина, Поклонушка и тому подобных преступников, которые говорят сами. То есть Гиркин говорит в интервью, я уже просмотрел. Что он из этого интервью исчерпывает для себя тоже такие же плюсы, додатние, как и сам Гордон. То есть он себе интерес имеет в этом интервью и Гордон имеет интерес в этом интервью. Какие это интересы? Ну это интересы личного характера, естественно, на сам Парет. Они какие-то, как он уже, мы же видим, что Гордон уже немножко с голосом поддрагивает. Это же чувствуется, это у меня слух хороший, я музыку пишу на компьютере во фрутах. И я чувствую, я знаю, слух музыкальный, какие интонации поддрагивающие, побздёхивающие. Тут уже не просто пахнет говорильный, а тентатом и тому подобное. Ну, это уже, дело этого не касается. Смысл в другом. Смысл хотя бы в том, что мы же всем понимаем, что до чего докатилась и с Януковичем, и с Кучмами, и тому подобное, и с Глэчиками, Ющенковскими, Украина. До слабости, до той слабости, что 52 или 54, 54 или 52 с Гиркиным дошло, захватило Славянск. А сколько захватило, я спрашивал сам, когда ездили уже в освобождённый Лисичанск. Там человек 7 или 10 сепаров захватило. Потом их выгнали, и эти мрази, животные, бляди, пошли на гору, на Террикон, и ещё с горы Террикона обстреливали мирных жителей. Покуда по ним не долбанули с базуки и мрази, покуда эти нареки не разлетелись, потому что у них ничего святого в крови нет. Как говорит, блин, Гиркин, что наркомания это плохо, прогнали всех цыган, да, типа это хорошо. Ну, а что есть хорошего святого в крови убивать рыбака Владимира, товарища моего? Что в этом хорошего? Когда он был честнейший человек, он сам боролся с коррупцией везде, где не был. И он животного отчества, вот это Гиркин говорит, что, блин, он борется с коррупцией, не хочет олигархии ни в Украине, ни в России, а сам убивает Владимира рыбака, который сам боролся с коррупцией. Прежде всего боролся с коррупцией Владимир рыбак, мой товарищ. А он его с мразь убил. Такие же мрази и поклонские предатели, и те же предатели, такие же, которые, сам, пускай, Гордон у себя интервью возьмет, почему он дал добро на ослабление Украины? Шуфрич ему же одевал, помогал, пыль счищал, когда переодевались они, прикалывались в форму НКВД, когда эти мрази фильмы делали, пророссийские в Харькове, или еще где-то так. Он проезжал с Шуфричем, с партией регионов, тут, что он делал? Усиливал Украину этим, тем, что фотографировался, пиарил партию регионов. Что он этим делал? Он ослаблял Украину, он их отбеливал, он гуманизировал под паскудное продажное лицо партии регионов. Он гуманизировал Путин, а потом говорил, что, да, они уже все, они плохие, тогда, когда их уже прогнали. Вот, и получается, что, блин, надо ему интервью у себя брать, в душу свою заглянуть, а потом уже, блин, маячить, блин, с интервьюерами и с таким вот продажным населением, которое позволило, чтобы вот эта мразь оккупации Украины произошла в Украине, в их ныньке. Матеньке, родной. Короче, кажучи, и от Гордона, и от Гиркина, и от Подклонской далеко не ушли те, которые кричат о патриотизме, а сами не могут, не хотят карать. Предатели-здратники, которые втопили в крови, в котлах, слили в котлах за бабло, украинские добробаты, те же самые ВСУ, Дебальцево, позволили колонии Гиркина, этого самого, или еще там кого-то там, Гивиш, Милы, выйти со Славянска. Сдали Иловайск, продали. За что? За бабло или за, типа, не оккупацию Киева? Вот он в этом не копается, не копается. И не копается в себе. А делает только миллионы эфиры, потому что он делает это все для слащения своей, вослащения своей гордыни и славы. Вот это на сам паре. Когда-то тоже представители гордоновской нации приезжали в Люнд, в Швеции, давали интервью, что, значит, поляки это антисемиты, и убивали они в 18-м году евреев, как только прогнали украинцев. Они ссылаются, что, типа, украинцев прогнали и начали убивать евреев. В 1980-м году во главе с Пилсудским. Забывая, я же им говорю. И, кстати, вот тут Польша тоже есть датская, шведская, или датская, или шведская, по стилю церковь. Она уже почти разрушена, потому что, ну, это ж Польша. Она не может батой, вот эти воеводы, не только краднуть бабло. Раскрадает, а реставрировать не могут. Ну, и тем более, это ж не их архитектурный стиль. Поэтому можно наплевать на это все. То есть, я же им говорю там, в Люнде, в Швеции, говорю, что, вы извините, ну, по-польску, говорю, что так и так, что у евреев была своя полиция, и они обстреливали поляков. И поэтому стали прогромы и тому подобное. Он говорит, выйдите, вам не нравится это. То есть, если мне правда не нравится докапываться, то-то вы идите из зала, да. Вот такие они, вот такие они, Гордоны и представители его нации. Они антихристы, на сам перед, и они атеисты, на другой перед. И вот эта вся совокупность создает у человека маниакальное влечение к власти, к славе, к деньгам. Постоянно. То есть, даже в то время, покуда, даже говоря о коррупционерах, ну, Юля же Тимошенко сидела в тюрьме во время Януковича, сидела. И жестоко с ней обращали, все эти дела. И Аваков сбежал в Италию, тоже сбежал, потому что им гоплык ожидался. Гепа не сбежал, и Гордон не сбежал, потому что у них деньги были. И, ладно, причем тут Гепа, тут та же самая нация, только с Гепой это с другой стороны, а мы говорим о Гордоне. То есть, Гордон не сбежал, потому что у него бизнес был. И потому что он начал отбеливать, гуманизировать партию региона в партию рыгов продажных, гнид паскудных, которые создавали в своих спецслужбах, естественно, что? Создавали российские путиновские отделы управления Украиной. Вот доуправляли, что Украина дошла до такого слабого варианта, что ее захопливали несколько сепаров в самом начале. А потом присоединились российские войска. И Гордон об этом умалчивает, что он гуманизировал в свое время вот эту партию регионов. И он тоже виноват в захвате Украины. А теперь это и вот интервью, такие, что он якобы какой-то там докапывач правды. И, кстати говоря, хочу заметить эвидентные вещи, которые с уст Гиркина, преступника-террориста, якобы хочет, который был, хотел закосить под гуманитарного такого типажа, повторяя штампы ФСБшной херни этой, антироссийской так же. Он говорит, что покуда не пришел Порошенко, то постоянно шли переговоры с украинской стороной. Не знаю, что он имел в виду, то ли это Добробата, то ли это ВСУ. Он об этом не сказал. О, переговоры там, входы-выходы, пройти там, пройти сям, покуда не пришел Порошенко. То есть он его уже, хоп, чуть-чуть приподнял. Потом он говорит, что и так продолжалась какая-то херня, что до тех пор, покуда не пришел легитимный главнокомандовач. Что значит, что он, что, типа, этим желает Украине Порошенко, то он сливщика Добробатов, сливщика обороны Украины, сливщика территории Украины. То есть Порошенко с Путиным сделал там буферную зону, чтобы не рыпались на Крым. То-то и всего. Чем сулил Порошенко продолжение пролонгирования его власти? Он же не охотился на его семью, там, Порошенко. То есть Путину нормально при Порошенко было. И сейчас тоже практически нормально. Если бы не санкции, если бы не давление международного сильного сообщества. А не того сообщества, которое при помощи того же Гордона докатилось и ВСУ, и силовики Украины, и СБУ, и тому подобное, до немощности обороны самих себя. Потому что стали продажными, потому что не смогли вычистить, потому что заняла Уркагатина, Урятина Януковича, власть захопыла в Украине. Ну, а то, что биомасса, извините, проголосовала, ну, дайте сейчас волю в других странах серьезных голосовать биомассе, и чтобы она протащила чистую полную свободу. Мы же видим и в Польше, и везде. Это будет такое, что мама миа не горюй, так что должны быть мудрее биомассы люди во главе государства. А их не стало. Потому что силовики были такие же продажные, как и гуманизация Гордоном Гиркиных, Поклонских и тому подобных. И сливщиков. Вот это самое паскудное. Гуманизация сливщиков в глазах общественности, через общественность, которая так же молчит, она такая же гнилая. Это народ, блин, рабов. Не таких, как в России. Там вообще исключительно. Чисто рабская, холопская суть. А тут хотя бы пол Магдебургского права и тому подобного. Но все равно. Это рабская, боярин, барин. Ему только кланяться, потому что мы сами ничего абсолютно сделать не можем. И поэтому молимся постоянно барина, чтобы он дывы в копеечку подкинул. И мы купались в этих копеечках и в лучах славы. Мы это народ, да? А сам народ что, не может сам купаться, создавать себе плоды? Демократия, духовность, правовая держава. Такое паскудное чувство, что и ты в этой биомассе одна из лупинок, личинок этой биомассы. Единичка такая. Фу, жуть какая. Фу, жуть какая.